На часах 4 утра. У монумента победы собралось около сотни нижникамцев. Все они, несмотря на раннее время, пришли почтить память тех, кто отдал жизнь за родную страну. Для большинства присутствующих зажечь в это утро свечу – дело принципа. Мои деды участвовали в войне. Один, к сожалению, не вернулся. Другой служил в блокаде Ленинграда, дошел до Берлина. Мы до сих пор храним чемодан, с которым он оттуда вернулся. И это особая дань памяти. Пограничники первые вступили в бой, в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками. И как раз за это мы пришли сюда почтить память наших героев. Акция «Свеча памяти» в Нижнекамске уже давно стала доброй традицией. Никогда не остаются в стороне и нефтехимики. Я буду стараться на протяжении всей своей жизни помнить об этом и делать так, чтобы наше будущее поколение не забывало об этом и продолжало эту традицию. Проводили вот такие акции, как «Свеча памяти», также это «Георгиевская ленточка на День Победы», «Бессмертный полк». Для этого здесь, чтобы наше будущее поколение, наша молодежь не забывала об этом. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли и члены Совета ветеранов, а также молодежь, представители поисковых отрядов и администрации города. Этот день ознаменовал самое серьезное, самое невиданное для Советского Союза, невиданное для нашей страны, невиданное для всего мира войну. Сегодня мы преклоняем головы перед нашими ветеранами, перед теми, кого сегодня уже с нами нет. Собравшиеся почтили минуты молчания память советских воинов, зажгли свечи и возложили цветы к вечному огню. Напомним, что с Нижнекамской земли на фронт ушли почти 8 тысяч человек, больше половины из них погибли на полях сражений. Крушня Валеева, Лисанн Саитова, телеканал «Нефтихим».